Когда мне говорят, что от гринписовцы такие все няшки, такие все молодцы. Ребята, есть охраняемый объект. Если вы лезете на охраняемый объект со своим гринписом, будьте уверены, что вас могут стрельнуть. И не кричите потом на весь мир, что вы об этом не знали. Вам написали большими красными буквами «Не влезай, убьет». Если вы под каким-либо лозунгом «Полезли и вас убило», значит вы сами глупые, ненормальные люди. Найдите способ применения своим силам, если вы хотите за что-то там митинговать. Ну хорошо, митингуйте там, где это можно. Есть объект, он режимный объект. Я служил на режимном объекте. Если бы какие-нибудь гринписовцы полезли в ракетную часть, где я служил, я точно знаю, что сработала бы система «Радиан-Меридиан», включился бы 1750 вольт ток, а пограничники стрельнули бы навстречу, даже не разбираясь, с какими лозунгами кто куда лезет. Слава Богу, что по ним не стрельнули, и что они остались... Уже ноги оттуда унесли вообще. Я бы на месте тех людей, от которых... Если бы я был начальником этой всей станции, вдруг какие-то хонорики лезут ко мне туда, я не знаю, зачем они лезут. Если я вооружен, если мне даны полномочия, я бы пальнул. Это я говорю просто как человек. Я не говорю о лозунгах или о тех задачах, которые они перед собой ставили. Ребята, давайте все-таки, если будем протестовать, то будем протестовать какое-то логично и легитимно. Иначе действительно можно дойти до смертоубийства, и потом будем опять носиться, как дурин со ступой с этими покойниками, и кричать, кто был прав, кто был виноват в этом конфликте. Продолжение следует...